Доброе утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодня мы обсудим тему, которая актуальна вот уже не одно тысячелетие. Красота и молодость. Пожалуй, каждый человек стремится к ним. Но, к сожалению, многие не знают, что путь к этому начинается с правильного рациона. Сегодня у нас в гостях известный нутрициолог Нателла Джутова. И уж эта девушка знает о правильном питании и все. Привет, Нателла! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, что ты присоединилась к нам в это субботнее утро. Хотелось бы начать наш разговор с того, чтобы объяснить некоторым из наших телезрителей, кто такой нутрициолог и чем он, собственно, занимается, чем он может быть полезен каждому из нас. Действительно, Мадина, многие не знают, кто такой нутрициолог. Хотя ниша наша набирает хорошие обороты, и я безумно этому рада. Что вообще такое нутрициология? Что она изучает? Нутрициология – это наука о питании. И нутрициолог непосредственно работает с питанием, корректирует. Мы изучаем составы, учим этому своих клиентов. И самое главное, наша миссия – предотвратить заболевания. Предотвратить, облегчить людям походы в поликлинику, я бы даже так сказала. Но есть, безусловно, у нутрициолога рамки и границы, которые он не должен переходить. Многие путают. Когда ко мне обращаются люди, говорят, Нателл, вы врач? Я говорю, нет. У нутрициолога другое направление. Но в тандеме с врачом мы можем добиться прекрасного результата, работая с клиентом и пациентом одновременно. Но нутрициолог не может лечить тяжелые заболевания, не может назначать препараты, гормоны, работать с беременными, анкобольными. Если ко мне обращается за помощью человек, я вижу анализы. Но непосредственно мы можем читать анализы. Назначать базовые добавки по дефицитам. На это мы имеем право. Биологически активные, да? Да, биологически активные БАДы. Но если я вижу, что здесь я некомпетентна, и здесь нужен специалист узкого профиля, я отправляю его к гинекологу. Например, говорю, так, здесь я не могу помочь. Я помочь тебе могу составить меню, поработать с тобой, именно разобрать продукты, составы, макро-микро-нутриенты. Ну, непосредственно так. И я очень часто это практикую, и на ура, очень много хороших кейсов. Наверняка у тебя уже есть выработанные какие-то советы, лайфхаки, которые, в принципе, может применить каждый человек в своей жизни. Конечно. Вот поделись, пожалуйста. Для многих вообще правильное питание и здоровый образ жизни, это настолько сложно, кажется, что вот, как я начну, я не смогу, у меня нет силы воли, я не справлюсь. Но у нас есть, я их всегда говорю своим девочкам, есть лайфхаки. Вот такие глыбы основные, на чём держится наше здоровье. На первое место, безусловно, я поставлю наше питание. Без питания человек не может нормально, полноценно чувствовать себя. И опять же свою фразу скажу, ваше здоровье в вашей тарелке. И, конечно же, питьё, обильное питьё. Многие вообще не пьют воду. И когда я спрашиваю, сколько воды в день вы пьёте, и мне сразу говорят, так, я хорошо плотно поем и стаканчик выпью. Чай, кофе считается? Нет, не считается. Человек должен пить воду. Мы должны омывать свои клеточки. Каждое утро ты просыпаешься, ты умываешься. Непосредственно нужно и омывать свой организм изнутри. Это важно. На второе место, наверное, я поставлю, не наверное, а поставлю сон. Качественный сон. Проблема многих, кстати. Проблема очень многих. Человек думает, что он питается правильно, он пьёт добавки, но ложится в три ночи, и ничего не работает. Пазл не складывается. Дружите с мелатонином и дружите с кортизолом. Гормон сна и гормон стресса. Важно, очень важно. Пожалуйста, высыпайтесь. На третье место я поставлю прогулки. Я часто о них говорю. Говорю, идите за воздухом. Там, где вы сейчас, его нет. Физические нагрузки. Когда человек находится в гиподинамии, он атрофируется. Не только атрофируются мышцы, но и мозги, мысли. Мы должны гулять, мы должны ходить. Не всем подходят тяжёлые физические нагрузки. Это так и есть. Многие ошибочно идут тягать железо, не проверив свой уровень железа в организме. Парадокс. Да, не стоит этого делать. Поэтому гуляйте. Хотя бы гуляйте. Конечно, на четвёртое место я поставлю. Делайте чекап. Обследуйтесь. Многие забивают на звоночки организма, на симптомы. Мы же знаем, когда мы записываемся на маникюр. 23 февраля у меня маникюр. Я никак не могу опоздать. Или нарастить реснички. Причём вопреки всему. Ты попадёшь туда. Да, безусловно. Поэтому точно так же заранее, пожалуйста, планируйте, что вот такого-то числа мне нужно пойти сдать анализы, посмотреть, какие у меня ресурсы и как работает мой организм изнутри. На последнее место я поставлю стресс. Если человек находится в перманентном стрессе, он всё вышеперечисленное, ничего работать не будет. В принципе, даже не то, что всё вышеперечисленное. Если человек стрессует или же он ест мусорную еду, все остальные четыре тоже работать полноценно не будут. То есть это настолько комплексная работа. Нужно подойти к этому очень серьёзно, с любовью к себе, осознанно. Я призываю тоже опять же быть осознанными, понимать, почему дано нам тело. Наверняка ты сталкиваешься с таким вопросом или стереотипом, скорее, что здоровое питание – это дорого. Это, конечно, каждый второй говорит. Вот твои завтраки, Нателла, это же просто как? Это не по карману каждому. Я показываю и завтраки по демократичной цене при этом. Что человек может… Это выбор. Здоровье – это выбор. Но хотелось бы обратиться к нашим телезрителям и сказать, что мы с Нателлой буквально на днях провели такой небольшой эксперимент и отправились в магазин, где приобрели продукты, как вот наш специалист говорит, по демократичной цене. Я предлагаю посмотреть, как это было. Итак, мы с нашей гостью уже прибыли в магазин, где мы попробуем подобрать бюджетный, но при этом сбалансированный завтрак. Сегодня мы развеем миф, что правильное питание – это дорого. Ну что ж, давайте начнём. Для сбалансированной тарелки, да, так как наше здоровье в нашей тарелке, мы выбираем качественный белок. В данном случае мы выберем с тобой яйца. Конечно, лучше брать домашние яйца, но мы возьмём сегодня магазинные. Так. Ну, учитывая, что у большинства наших телезрителей нет времени, да, ходить по рынкам, тем не менее, яйца можно приобрести в любом супермаркете. Совершенно верно. Что следующее мы выбираем? Также для сбалансированного завтрака в продолжении мы возьмём медленный углевод. Медленный углевод – это наша энергия. Мы в данном случае выберем гречку. Цена на гречку разная. Давайте мы выберем по оптимальной цене, по демократичной. За 77 рублей можно найти в любом магазине, на рынке. Так что мы её и возьмём. Так, следующее. Мы возьмём жиры. Это, наверное, самый сложный вопрос. Что же содержит полезные жиры? Полезные жиры, не трансжиры, не путать, конечно. В данном случае давайте возьмём сливочное масло 82,6. Пойдём за ним. Уже давно. Итак, мы подошли к стойке с маслом. Мне интересно, как правильно выбрать и почему ты сказала, что именно 82,5%? 82,5% потому что там нет маргарина. Чем жирнее масло, тем оно лучше. 72,5% желательно не брать. Ниже, естественно, тоже. Масло многие боятся. Жиры вообще в основном девочки, даже когда ко мне обращаются, за помощью они говорят, о, а жиры, зачем столько жиров, зачем их есть, это не страшно, мы не поправимся. Нет, они не поправятся. Я обращаюсь ко всем. Жиры нужны в рационе обязательно. Мозг состоит из жиров, наши гормоны состоят из жиров. Молодые девочки, которые планируют беременность, замуж, обязательно нужно кушать качественные жиры. Не путать стран с жирами. Так что давайте мы выберем масло, также по демократичной цене возьмем масло сливочное 82,5%. 118 рублей. Здорово. Что будем выбирать в следующем? В следующем, ну, так, мы выбрали белки, выбрали углевод, выбрали жиры. Давай выбирать клетчатку. Любимый продукт нашего кишечника. Сейчас узнаем, что это за зверь и с чем его едят. Итак, где содержится клетчатка? Клетчатка содержится в зелени, в огурцах, в помидорах. Но в данном случае хочу порекомендовать всем выбирать овощи, зелень, все по сезону. Так как сейчас у нас не сезон огурцов и помидоров, лучше их не трогать, да. И цена у них сейчас достаточно завышена. Давайте выбирать продукт, который подойдет многим. Прекрасный продукт, полезный продукт, содержит много полезных витаминов и горький продукт, немаловажно для хорошего желчатока, о котором я всегда говорю. Давайте мы выберем редьку. То есть это источник клетчатки? Источник клетчатки, по сезону как раз шикарно и много полезных свойств. И по карману. И по карману, вот самое главное, да. Можно выбрать черную, можно выбрать белую. Ну, давай я люблю белую, давайте возьмем белую. Что-нибудь еще возьмем? Давай мы еще с тобой возьмем нашу добрую капусту белокочанную. Которая знакома всем. Всем. И все могут. Я думаю, у каждой хозяйки в доме есть капуста. Она прекрасный источник клетчатки и витаминов. Забегая немного вперед, а ее сырой есть? Сырой, да. Сырой можно потушить немножко, да, но, конечно, в сыром виде сохраняются все витамины. Что-то еще мы будем подбирать? Или этого достаточно? Давай возьмем хлебцы. А, вот самый, наверное, большой вопрос, да, у любителей хлеба, чем же его заменить? Да, ну, хлебцами. Давай выберем безглютеновые. Пойдем посмотрим. Итак, мы подошли к хлебцам. Как же правильно выбрать в таком множестве? Да, их очень много. Многие ведутся, те, кто садятся на правильное питание. Да, если это хлебцы, значит, они все полезны. К сожалению, это не так. Чтобы выбрать правильные хлебцы, нужно читать состав. В данном случае я всегда беру без дрожжей, без сахара, да, и беру безглютеновые. Мне очень нравится доктор Кернер. Они тоже не все безглютеновые. Я беру рисовый, из бурого риса с морской солью. Здесь очень классный состав. Бурый рис, соль морская и все. То есть они идеально подойдут для нашего завтрака. Также они есть из кино. Лен, розмарин, ну, гречневые, ну, на выбор. А вот то, что нельзя, как это в составе значится? Так написано, сахар. Да, конечно, в составе. Даже элементарно мы можем взять хлебцы. Вот, любые, да. В составе вся таблица Менделеева. Можно ее прям встретить, да. Дрожжи, вот. Сахар, пожалуйста. То есть все, что как раз-таки нам и нельзя, да? Все, что нам нельзя. Поэтому лучше читать составы. Вообще все продукты, когда вы берете с прилавка, прекрасно будет, если читать состав. Чем меньше ингредиентов, тем лучше. Итак, наши сегодняшние покупки обошлись нам в 434 рубля 5 копеек. Да. Ну, сумма, в принципе, не такая большая. Ну, совершенно верно. Во-первых, эти продукты же не на один день. Ну, я согласна, если большая семья, да, это все на один день. Но каждая среднестатистическая семья покупает эти продукты домой. Из этих продуктов можно сделать сбалансированный, насыщенный завтрак, который даст энергию, а не заберет ее. Так мы составим, давай с тобой этот завтрак приготовим. Ну, что ж, дорогие телезрители, совсем скоро вы увидите, как выглядит сбалансированный завтрак. Да. Итак, дорогие телезрители, сейчас мы вам покажем, что же получилось из тех продуктов, которые мы приобрели вместе с Нателлой. Расскажи, пожалуйста, что за завтрак у нас. Полноценный ли он, сбалансированный, все, что ли. А у нас вообще, я считаю, что когда человек готовит себе завтрак, он непосредственно должен подавать себе красиво. Нашему мозгу это очень нравится. И мы не будем переедать эстетика в подаче. Этому я обязательно каждую девочку обучаю у себя на марафоне, свою подопечную объясняю, что на ходу кушать не надо. Нужно садиться красиво, как принцесса. Как принцесса. Вот продукты абсолютно недорогие, которые есть в доме у каждой хозяйки. И при этом эта тарелка получилась насыщенная, сбалансированная. Здесь есть качественный белок в виде яиц. Есть сложный углевод в виде гречки нашей любимой, доброй, которая дает нам энергию в течение дня. Есть клетчатка, наша капуста любимая. И хлебцы с маслом. Вот полноценный завтрак. Выглядит очень аппетитно, несмотря на то, что он, как бы, казалось бы, простой достаточно. Да, простой. Просто подача. И с какой любовью это все приготовлено. Мы знаем, что можно же еще на обед или ужин, да, как-то немножечко поднять. Если здесь можно оставить углевод, оставить тот же салат, хлебцы, просто поменять яйца на белок, допустим, в виде мяса. Индийка, курочка, на ужин рыбку. Я уверена, что мы еще не раз встретимся с тобой. И будем помогать тебе в деле просвещения нашего населения и становления на путь правильного питания. Спасибо тебе, Нателла, большое за то, что ты сегодня к нам пришла. А я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Мы увидимся с вами совсем скоро. Берегите себя и свое здоровье.